Добрый вечер, дорогие друзья! В футболе и о моде сегодня будем говорить. У меня сегодня в гостях одна из самых красивейших пар в Украине. Встречайте, Андрей и Кристина Гусины! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствую! Садитесь, здравствуйте! Рад вас видеть, как дела! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, сегодня в преддверии этой программы у меня одна из первых мыслей, это... Потому что сегодня приходит в гости ко мне один из моих самых любимых футболистов. Круто, правда ли? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё и с семейством! АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, вам часто говорили за вашу карьеру, что вы вот один из моих самых любимых футболистов? Нет. Нет? Первый раз слышу. Первый раз, да? Чего это? Да, не прибедняетесь. Нет, но люди признаются, говорят, что вот, особенно, когда есть какие-то приятные воспоминания, люди незнакомые подходят и говорят, вот, мы помним, как ты играл, там, мы помним твои голы. Как правило, почему-то один только вспоминает. Какой? Да, ну какой, из Греции какой-то. Какой из Греции какой-то. Ну, всё-таки, амплуата чуть другое было, не забивать голы. Но об этом мы ещё поговорим. Ну вот, вы с Кристиной вместе сколько вы уже знакомы? Знакомы, я не говорю женаты, знакомы. Ну, 20 лет будет в следующем году. Уже 20 лет, да? А брачные узы вас объединяют уже сколько? Брачные узы? 18. За два года. Да. А он помнит день свадьбы, нет? Нет. Андрей, как день свадьбы? Ну, я сюда откутаюсь. Было как-то где-то в календаре. Не отмечаете, нет, это событие? Нет, ничего, мы отмечаем. Нет. Игна, забываем? Не отмечаем. Забываем. Ну, вот мне интересно всегда вот в союзе известного футболиста, да? И вас, Кристина, ну, дизайнера вообще, человека. Вот для вас, вот вы считаете, вы во многом помогли Андрею в его футбольной карьере? Всё-таки вы не то, что там познакомились уже с известным футболистом. Собственно, когда вы познакомились, Андрей ещё не был, да, там, титулованным футболистом. То есть это всё начиналось фактически с начала, да? Вот вы много сделали для того, чтобы Андрей Гусин стал вот одним из лучших футболистов Украины. За всю историю нашей независимой страны, так, между прочим. Как вы считаете, как вы себя оцениваете в этом отношении? Ну, наверное, вопрос больше к Андрею, наверное. Не, я знаю, что Андрей скажет. Андрей скажет, да, конечно. Ну, скажем так, я со своей стороны, наверное, сразу поняла, что эта профессия требует особого внимания, особенно со стороны женщины. То есть всевозможное нужно уметь поддержать в трудную минуту. То есть наша жизнь вообще состоит из проигрыша и поражений, на самом деле. То есть такие качели. То есть сегодня мы празднуем, у нас праздник, завтра мы проиграли, а у нас всё. Трава. Ну, то есть это, наверное, видать, у вас какая-то невероятно мощная психология, потому что выдержать вот эту всю историю, когда в один день нужно отмечать вот этот голдом Греции, а потом отмечать поражение или когда Андрей, подставив ногу, почему-то попал в штангу или что-то такое, да? Это сложно. Ну, да. Самая ужасная в профессии футболиста, это, конечно, травмы. То есть без этого... Вот это на самый сложный период испытаний, потому что у них хуже не бывает травмированного футболиста. Трое тучи. То есть это, к сожалению. Я думал, что хуже не бывает не удовлетворенной женщины. Я сегодня открываю. Оказывается, травмированные футболисты это ещё хуже? Да, да, да. Да, Андрей? Ну, просто на каком-то этапе ты живёшь так хорошо, делаешь своё любимое дело, у тебя всё хорошо получается. Ты никогда не думаешь, что ты получишь травму, но в самый, как говорится, неподходящий момент ты получаешь травму и всё в чёрном свете видишь. А ещё просто такой возраст был чуть-чуть помладше. Сейчас я уже так смотрю немножко по-другому на жизнь. А тогда, конечно, я очень остро реагировал. И Кристина ощущала на себя первое, кто попадал мне под горящую руку. Но выдержала. Кристин, скажите, вот вы сейчас честно только. Вы счастливы, что основная его футбольная карьера как футболиста, сейчас Андрей тренер, вот как футболиста окончилась? Ну, скажем так, это был тяжёлый период. Во-первых, Андрей, как говорится, хотел играть долго. И, в общем-то, я со своей стороны боялась периода вот этого переходного, да, с футболиста в кого-то ещё, скажем так. Заранее как-то пыталась говорить об этом с ним на эту тему, потому как есть разные примеры, и, к сожалению, не самые лучшие наших знакомых. Поэтому в данном случае я счастлива, что сейчас он нужен «Динамо Киев», что он тренер «Динамо-2», что, в общем-то, благодаря «Динамо» удалось всё-таки переключиться. Ну, по-другому сейчас вот жизнь с ним как с действующим футболистом и жизнь как с тренером отличается? Да, он не всегда забывает тренера выключать за порогом дома, то есть заходит домой ещё тренер. И начинает тренировать, да? И там упал, отжался и так далее, и тому подобное. То есть я ещё там кнопочку. Так, Кристина, 20 племеней поехали. Раз, два, три, четыре, да, там, сыну ещё что-то. Хочу кушать. Слушайте, но у вас за ваш брак, у вас трое детей, да? Да. Вообще у нас, вы заметили, что это редко бывает, особенно у известных людей, которые постоянно как-то через какое-то время разводятся, ищут новых партнёров. То есть, на самом деле, вы понимаете, что вот с точки зрения, как это, тусовки, как это модно говорить, что у бизнеса вы уникальны? Столько лет вместе, у вас трое детей и... Знаете, какой сейчас модный вопрос? Трое детей, да. И все от одного брака. То есть, если в те времена отказался нормальным, сейчас это как-то удивительно, в диковинку некую. Андрей, есть ещё один момент, который... Ну, я считаю, что такими вещами нужно гордиться. Вот мне кажется, у нас в стране не хватает умения у людей... Вот у нас все любят критиковать, да? На что-то наехать, что-то показать. Вот этот Гусин, как он мог не забить тогда? Или как вот это вот из-за него гол пропустили? А у нас люди не умеют гордиться. Я считаю, что это нужно уметь, потому что... Смотрите, если посмотреть на людей, наших футболистов украинских, которые сыграли больше всего матчей за сборную Украину, у нас получается, что есть вот такая пятёрка людей. Покажите мне, пожалуйста, гвардейцы, я их условно назвал, которые вот в этой пятёрке, Андрей Гусин, 71-ю игру за сборную сыграть, это потрясающее достижение, на самом деле. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот теперь у меня вопрос будет один и тот же, но вот тут вот интересно посмотреть вот на вас, на ваши ответы. Вот самый важный матч в сборной для Андрея, как игрока, и самый важный матч для жены вот этого футболиста, может быть, это даже разные матчи будут? Угу. Андрей, вот ваш самый важный матч за сборной, который вы сыграли. Греция, да, уже, наверное, на этот матч? Ну, Греция – это для болельщиков. А, да. Хорошо, для вас. Ну, не знаю, наверное, когда мы играли в четвертьфинале, выиграли в Швейцарии на чемпионате мира. Да, когда он лежал посреди поля, разбросав руки и ноги, вот так вот просто, и все. То есть это было такое момент. Да, я уже не мог даже радоваться. 120 минут мы отбегали, мы пробили серию пенальти, Саня Шарковский все вытащил, и я упал там, и даже уже никуда не вставал с поля. А для вас, для вас, Кристина, этот же матч, да? Потому что они отбегали, а мы откричали все эти 120 минут. Вы там же сидели, да? Да, были на студенте. Да, конечно. Кристина, у вас так получилось, что, если проанализировать не так много жен футболистов, кроме того, что они их поддерживают, что вам потрясающе, как я понимаю, удается и удавалось, вы еще и решили, и состоялись как дизайнер. Аплодисменты. Извините. Аплодисменты. Это вам пришло... Вы этим давно хотели заниматься. Как вы решили это все совмещать? Расскажите. Ну, так получается, что профессия футболиста подразумевает отсутствие дома, часто. То есть, из вот тех лет совместной жизни где-то половину Андрей провел на базе непосредственно. И, в общем-то, когда дети непосредственно идут в садик или школу, то у жены футболиста появляется время задуматься о себе. И, в общем, тогда какие-то возникают моменты, которые, когда ты, допустим, какой-то период жизни посвящаешь себе семье, да, то накапливается какой-то потенциал, который рано или поздно хочет найти свою дорожечку. Вот так и получилось. А плохие жены ищут каких-то приключений, а хорошие жены все-таки начинают задумываться о своем бизнесе. А вот, ну, знаете, как дизайнеру один из самых, наверное, таких частых вопросов, которые задают дизайнеру, это кого вы одеваете из известных людей? Кристина, кого вы одеваете? Ну, самый главный известный человек. Ну, кого вы раздеваете, мы знаем, да. Ну, так случилось, что его же я и одеваю. Говорят, прежде чем раздеть, ну, говорят женщину, нужно ее одеть. Так что в данном случае у нас с Андреем... Да вот сейчас то, что вот он одет. Нет, сейчас нет. Честно, не буду присваивать себе именные бренды. А вот, например, когда он вот приходит сегодня на передачу, Андрей, вы все-таки, вы являетесь неким его стилистом? Вы ему говорите, что это не подходит вообще? Ну, иной раз, да. Вообще, такой заложен хороший фундамент у нас, что, в общем... Ну, то есть, сегодня он одет стильненько, да? Да, он уже сейчас... По всем трендам и так далее, да? Да, в общем-то, да. Бляха, Луи Виттон. Красиво. Нет, ну просто у меня был период, да, в жизни, когда я так одевался так спокойно, скажем так, вообще к одежде был спокойно, равнодушен. Это период спортивных костюмов, я называю. Я уже переехал в Киев, и что-то мне захотелось стать солидным таким, и я начал с Кристиной ходить выбирать костюмы. Вот вы, вот если... Вот во время вашей футбольной карьеры, когда уже у Кристины была карьера дизайнера, вы вообще друг другу как-то советовали что-то? Вот... Вы когда-нибудь советовали Кристину Андрею, что вот... Ну, как так можно? Ну, вот почему ты там? Вот тебе надо было там вот поменять позицию и все. А может быть, вы советовали Кристине, ну, это, конечно, клево, но тут бы вот, если футбольный мячик бы улепить сюда, вообще было бы стильно, нет? Было что-то? На самом деле, всегда вот я считаю, что в журналах упущен на момент мода глазами мужчины. Ага. Потому что мода глазами мужчины и тренды совершенно разные вещи. Потому что мужчина любит глазами, мужчина любит, чтобы была почернута фигура, да, А женщина любит ушами, да? А женщина, соответственно... Поэтому говорят, самая сексуальная поза, это когда мужчина смотрит женщине в ухо. Женщина, она листается в журналах. Соответственно, тренды сейчас, скажем, немного отличаются от мужских... скажем, таких взглядов на жизнь. Поэтому, конечно же, Андрей всегда был за то, чтобы женщина была красива, женственна. Смотрите, давайте сейчас... Я хотел бы сделать тест вот как раз на тему. Значит, сейчас у меня будет такой маленький тест с вариантами ответов. Кристина будет получать вопросы про футбол, Андрей про дизайнерство. Ну и, собственно, про моду. Да? Про вне игры только не надо. Сыграем? Итак, вопрос первый Андрею. Да-да. Какого бренда... Только вы не подсказывайте, Кристина. Какого бренда не существует? Гуччи, Пуччи, Версаччи, Кальяно? Ну, Кальяно не существует. А вы уверены, что вы футболист, Андрей? Вы как-то так быстро отвечаете на это все? Я там думал, вы подумаете, может, про Пуччи скажете. Правильный ответ? Кальяно. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ Многие думали, что Пуччи, но Пуччи есть на самом деле. Хорошо, вопрос для Кристины. Господи. Какого футбольного клуба не существует? Пуккало, Финляндия, Рафшан, Таджикистан, Работнички, Македония, Лариса, Кипр. Обалдеть. Ему легче был вопрос. Только одного из них нет, остальные есть. Не для вас. Ну как же. Ему было легче вопрос. Легче, да? Ну почему? Как по мне, так тут, ну да. АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, надеюсь, что один только не существует. Один, и остальные все есть. Три. Серьезно? Господи. По-моему, даже против одного из них Динамо играла когда-то. Где-нибудь на какой-нибудь стартовой стадии Лиги Чемпионов. Сейчас вспомни сложно. Ну не знаю. Наверное, Лариса нехарактерная для Кипра, мне так кажется. На самом деле нету Пукалы. Пукалы. В общем. Андрей ведет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, какой обуви не существует? Ботильоны. Это такие короткие сапожки. Типа Уйо. Это такие китайские бантинки. Берцы. Высокие сапоги со шнурками. Или Уги. Австралийские сапоги. Чего из них нет? Какой обуви не существует? Одной нет. Остальное все есть. Ну, Уги. Есть такая обувь. Уги есть. Да. Доказательство от противного, да? Методом исключения, да? Уйо. Китайские ботинки. Ботильоны. Короткие сапожки. Берцы. Я сейчас, наверное, не знаю. Может быть, Берцы. Звонок другу. Еврову звоним, а? Может быть, Берцы. Берцы. Правильный ответ? Уйо. Это редкое уйо китайское. Берцы есть. Берцы – это армейская высокая обувь. Берцовки оттуда же пошли. Боксерские, да? И так далее. Так. У вас есть шанс, Кристина, сравнять. Хаффбэк – это. Джон Хаффбэк, нападающий сбор на Англии. Положение стенки футболистов в полуоборота к воротам. Огнин Вукоевич, полузащитник Динамо. Или гол, забитый спиной. Что такое хаффбэк? Ну, это определенная позиция. Сын, пожалуйста, расслабьтесь. Хаффбэк. Ну, на самом деле, я, так скажем, сейчас не знаю именно… Иди сюда. Полузащитников нападающих. Наверное, Вукоевич, да? Подскажем. Сейчас, сейчас. Кто? Подсказка… В этом… Как называется? Неправильно. В топе считать миллионером есть помощь друга, а тут помощь сына. У нас новая версия. Итак, Кристина, ваш ответ? Ну, я… Мне кажется, что это Вукоевич. Вукоевич. Правильный ответ? Вукоевич, да. А у вас, Андрей, у вас ваше амплуа в футболе менялось, да? Вы начинали, по-моему, как защитник, потом как опорный защитник. Нет? Я начинал как нападающий. А, вы начинали как нападающий. Это тогда, когда вас Валерий Васильевич заметил еще, да? Нет, ну, вот как раз там такая история, она связана со сменой амплуа накануне буквально. Там… Я играл все время нападающего, я забивал многое за Динамо 2, был там лучшим бомбардиром, но хотел играть в первой команде. Но в первой команде уже тогда я играл Ребров, там Леоненко, Шевченко, там очень сложно было пробиться. И я предложил тренеру, который нас тренировал, там тогда был Владимир Иванович Онищенко, чтобы он меня перевел в полузащиту. Мы решили у людей на улице спросить, помнят ли они, на какой позиции играл Андрей Гусин. Вот что у нас получилось. На какой позиции играл Андрей Гусин за сборную Украины? Андрей Гусин. Пивзах и снег. Люблю футбол, я не помню. Вроде защитник или нападающий, точно не знаю. Андрей Гусин, наверное, опорный полузащитник. Полузащитник. Андрей Гусин играл полонападающего. Украинский, лучший, лучший. Украинский, лучший. Украинский, лучший. Полузащитник. Наверное, нападающий. Кустина, наверное, нападающий. Ну, я бы так сказал, что все ответы правильные. Все ответы правильные. И нападающий, полонападающий. Но в любом случае, за 71 матч вашей карьеры за сборную вы забили 9 голов, да? За вашу совместную жизнь вы родили троих детей. Ну. Ну да. Плюс-минус Вот если Вопрос, который вам можно задать, наверное Вот ощущение, когда появляется ребенок Когда забиваешь гол за сборную Украины Ну и то, и то бывает метко Редко, но метко и красиво, да? Можно сравнить там Гол за сборную и рождение ребенка? Нет Никакое сомнение не лезет То есть, ну, ребенок рождается Это нечто такое Это то, что меняет тебя в лучшую сторону То, чем ты дорожишь, чем ты гордишься Ты можешь, конечно, забить гол и потом гордиться Но это разные вещи Это эмоции, которые проходят Потом следующий матч будет Ты проиграешь, что-то забудется, там, еще что-то Ну, а ребенок, это же твоя кровь Кристина, а у вас совпадало когда-то, что вот Ну, например, один из самых важных матчей Андрея Попадал на тот момент, когда вот-вот-вот роды Ну да, Андрея практически никогда не было на родах Вообще никогда не было, в принципе, на родах Андрея То есть, он отскочил три раза, представляете? Причем, первый раз он даже вообще не думал, что процесс... То есть, утром позвонили, поздравляем вас, мальчик То есть, вот так вот, это было второй раз Тогда был тренер... Ты прощаешь это папе? Прощай, главное, чтобы сын прости Тогда был Динамо Ким, кто-то играл, тренер, не помню, кто там был Тоже фраза, когда отпустите, жена рожает, тренер говорил, а чем ты можешь ей помочь? Это ее дело вообще Ну, а с третьим он был как раз в Махачкале С третьим что? С третьим ребенком он как раз был в Махачкале Ага Полгода в Дагестане То есть, вечно у нее какие-то есть отмазки Да Дорогая, извини, я в футбол играю А вот вы, Андрей, никогда не делали? Помните, когда-то, по-моему, в свое время Бразильский футболист Бебетто начал традицию Как раз вышло, он играл на чемпионате мира Если мне память не изменяет, 94-го года Забил гол И у него только родился сын И вот он начал традицию, что там во время забития гола Вот показывает, что вот у него ребенок И потом многие футболисты стали делать Вы когда, после того, как у вас появлялся ребенок Там, в какие-то яркие моменты, может, когда вы забивали Вы что-то делали там, какую-то там? У нас есть даже фотография Мы играли в Лиге чемпиона, по-моему, с Андерлехтом И я так поучаствовал в голе Непосредственно там пробил поворотом Там небольшой рикошет и гол залетел У меня такая была майка под основной футболкой С костенной фотографией, да? Да, да С надписью, ну, которую я, как бы, приветствовал Рождение сына Стоим получил за желтую карточку Ну, а так И же за это желтую карточку дает, да? Ну, сейчас, да, за футболку Не забываю, да, уже Ну, футболка Но сегодня у вас под основной футболкой ничего нет? Нет Вот недавно состоялось открытие Олимпийского стадиона Ну, собственно, вся страна живет Евро Я думаю, что вас в любом случае это как-то касается Да? Вы не были, кстати, на открытии Олимпийского? Были, да? Мы были, всей семьей Как вам? Ну, по телевизору лучше было Мы там приехали по телевизору, смотрели А по телевизору вообще замечательный Самый частый комментарий почему-то То есть реально делали просто по телевидению А вот на днях будет открытие Львовского стадиона Поедете? Ну, у вас же корни, да? У меня, да Ну, и Кристина, мы все со Львова А вы все со Львова? Да Я там все-таки первые 20 лет там прожил Так что, в принципе, у меня там Поедете? Ну, скорее всего, нет Или лучше уже по телевизору посмотреть, да, из опыта Нет, на то, что открытие стадиона было масштабным, красочным Это да То есть эти масштабные вещи лучше смотрят с трибуны Просто вопрос там Не все было понятно По сценарию То есть я не все понимал, что происходит Ну, а если все-таки проговорить про Евро-2012 Вот для вас, Андрей Вот Ну, вот реально шансы нашей сборной Я понимаю, что тяжело об этом говорить Но вы же официально тренер Динамо-2 То есть теоретически вы можете сказать ваше мнение про сборную Вообще возвращение Олега Блохина – это хорошо для нас? Ну, я верю в нашу сборную Я знаю там всех ребят Когда они приезжают, я общаюсь, может быть, не со всеми Но там с той группой ребят, которых очень давно знаю Они полны желания показать все Потому что они тем более понимают, что этот костяк, который есть у стариков там, да Это, так скажем так, может быть, последний их шанс А вам не обидно, что вы ни разу не сыграли на Евро, получается? Не обидно, мы же играли в плей-оффах три раза Да, да, я же говорю, столько раз было близко И мне очень обидно это, но я ничего не могу сделать Но вместе с тем, слава богу, был чемпионат мира, правда? Ну, да, для меня он стал такой лебедяной песней Для многих это станет чемпионат Европы Ну, у нас хороший сплав есть Выйдем из группы? В молодости Да, я надеюсь, да Я верю в это У нас есть в этой программе, у нас, знаете, есть что-то такое Моментами волшебное Значит, как-то полгода назад у меня здесь сидели Эльдар и Нигяр Которые представляли Азербайджан на Евровидении, перед Евровидением Вот, и как-то так вот, как-то так прозвучало, что они выиграют И потом, смотри, через 4 дня они выиграют Евровидение Поэтому, значит, мы выйдем из группы Да Так должно быть Кристин, вот, если проанализировать известных жен футболистов То, вернее, жен известных футболистов Некоторые из них, собственно, занимаются только семьей Вернее, большинство из них И только мало кто Все-таки чего-то тоже находит время и достигает, да? Ну, если вот посмотреть, например Ну, Виктория Беха, мы все знаем Из наших, вот, Ольга Аленова, да, она сейчас тоже дизайнер, кстати, да? Да Как они как? Вы как конкуренты или у вас другие ниши? Нет, мы коллеги, всегда были коллегами В общем, вообще, в Курайонской отделе моды это коллеги, которых одни и те же проблемы Одни и те же проблемы? И одни и те же цели? Цели, да И, в общем, это все Потом Елена Рева, я тоже знаю, она тоже дизайном занимается, да? Да Как так получается, что вот жены футболистов, если чем-то занимаются, то дизайном? Это какое-то стечение обстоятельств, или? Ну, я считаю, что смелая женщина может себе позволить, как бы, самовыражаться и диктовать моду, в принципе, да? Потому что, в общем-то, у всех у нас есть возможность одеваться в хорошие именные вещи И все мы проходим через этот период И просто наступает момент, когда ты понимаешь, что у тебя есть что сказать самой Что у тебя, допустим, накопилась какая-то база И, в общем-то, вот, осмелиться диктовать моду, это надо еще... Но вы только девушек одеваете, да? Нет, я одевала мужчин тоже Да? Причем, Андрей, как говорится... На моей мерке, мне было очень удобно То, что мне нравилось, я себе забирала все А вы никогда не думали сделать какую-то футбольную коллекцию, нет? Рисень Скажем так, мои коллекции первые были с такими легкими намеками на спортивные элементы То есть, даже была моя фишка внедрять в повседневную одежду спортивные элементы именно То есть, это манжеты, лампасы и так далее Чтобы это было, как говорится, такой симбиоз спорта и повседневной одежды И потом, соответственно... И, кстати, это осталось до последних моих коллекций У нас просто получается так, что у нас в программе я всегда предлагаю там ряд идей Мало ли? Вдруг воспользуетесь? Все же бесплатно, собственно Я решил представить себе коллекцию нижнего белья от Кристины Гусиной АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, например, бюстгальтер под названием 2.0 Кстати, у меня была коллекция, на которой были написаны варианты счета Да? Да-да-да Ну, было с мячиками такие? Нет Ну, неплохая идея, да? Ну, если что, берите Идем дальше Трусы мужские вне игры Это вот такие семейки для тех, кто уже совсем вне игры там Или там вне игры, кто как понимает, собственно Вот Например, трусы универсальные штрафная площадка АПЛОДИСМЕНТЫ Стилинг, аня? Ну, может быть, что-нибудь такое Или набор трусов арбитр АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надо им со стрингами делать С чем делать? Некоторым арбитрам надо АПЛОДИСМЕНТЫ Со стрингами надо некоторым арбитрам А, такие, да? Да Так как они судят АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это красиво сказать Вместо того, чтобы называть арбитра некрасивым словом Просто сказать Одень стринги И все Спасибо вам огромное АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Гущин, Кристина Гущина В программе «15 минуты завтра» сегодня АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Спасибо Увидимся АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ